Неужели первые микробы на Земле зародились у гидротермальных жерл? Возможно. Одно мы знаем наверняка. Это открытие перевернуло наше представление об условиях, необходимых для зарождения жизни. А когда жизнь возникла, ее ничто уже не могло остановить. Сланцы Бёрджес Летом 1909 года секретарь Смитсоновского института Чарльз Уолкот проводил исследование в Британской Колумбии. Вместе с женой они ехали по горной тропинке, и один из мулов потерял подкову. Наклонившись, чтобы поднять ее, Уолкот увидел кусок глинистого сланца, казалось бы, ничем не примечательный, но под лучами солнца он вдруг заблестел, как серебряный. Уолкот вгляделся и увидел окаменелость. Попытавшись выяснить, откуда взялся этот кусок породы, он обнаружил то, чего никто еще не видывал. Огромное месторождение, ископаемых возрастом около 500 миллионов лет, то есть кембрийского периода. За 7 лет раскопок Уолкоту удалось добыть более 65 тысяч образцов. Свою находку Уолкот назвал сланцы Бёрджес. Даглас Эрвинт, смотритель Смитсоновского национального музея естественной истории. Мы находим кости динозавров, но еще не находили ни желудка, ни кишечника, ни глаз ни разу. А в сланцах Бёрджес мы видим все эти детали. Сейчас я проведу вас в тайную комнату. В этой комнате мы храним наиболее ценные экспонаты. Трилобиты, аммониты и сланцы Бёрджес. Вот, что я хотел показать. Вот одна половина, вот другая. Изначально они составляли одно целое. Кто-то стукнул молотком, и камень раскололся пополам, обнажив ископаемое. Это эйшея. Относится к типу анихофор. Мы не знаем, когда они двинулись из моря на сушу, но вот здесь отчетливо видны ножки. Вот эти усики, да. А если присмотреться получше, то видно, что ножки заканчиваются блестящими точками. Это коготки. Да, точно. Окаменелости Волкота дошли до нас в изумительной сохранности. Живой снимок той эпохи, когда планету населяли загадочные подводные существа. Вот крупный хищник кембрийского периода. В Китае их длина составляла 1-2 метра. Это дальние родственники, членистоногих, насекомых, крабов и так далее. Рот открывался, а эти крюки поджимались, и панцирь лопался. Крек! Как клюв осьминога. Да. Это апобиния. Апобиния? Апобиния. Одно из самых причудливых животных. У него было 5 глаз на стебельках и длинный хобот с когтем на конце. Его словно собрали из разных частей. Да, как блюдо китайской кухни. Берем один продукт из списка А, второй из списка Б, и получаем нечто в этом роде. Сейчас ничего подобного просто нет. 5 глаз и хобот с когтем. Сланцы Берджис возникли в результате мощного природного катаклизма. Это был стремительный грязевой поток. Огромный оползень накрыл все на своем пути. Обитатели океана оказались заключены в породе на сотни миллионов лет. 505 миллионов лет назад жизнь была скучна. Была куча микробной грязи. Но ничего особо сложного. Тогда лишь начали появляться первые животные, из которых и произошло все остальное многообразие. На сегодняшний день сланцы Берджис открыли нам около 170 видов древней морской фауны. Поразительный всплеск многоклеточных организмов. Поразительный, потому что миллиарды лет на Земле царили одноклеточные существа. По мнению многих ученых, многообразие ископаемых в сланцах Берджис говорит о том, что в эволюции жизни на Земле произошел грандиозный скачок. Сланцы Берджис — чудесное окно фауну времен эволюционного прорыва, когда быстро сформировались разнообразные структуры, были заняты разные ниши в совершенно новой экосистеме. Это куда лучше динозавров? По-вашему, это интереснее, конечно. В чем-то динозавры притягательнее все-таки, они жили позднее, и они превратились в птиц. Но это рутина. В чем-то апобиния гораздо круче — тираннозавра. Но пятилетний ребенок об этом еще не знает. Даже Спилберг и Лукас не сравнятся с апобинией. Она невероятно крута. Но если бы не сланцы Берджис, мы бы и не узнали о ней. Не все великие открытия.